Новую федеральную программу развития деревень писали за Садовым кольцом. Шутка от замминистра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева и в то же время правда. Документ составляли, сообща с регионами и обещали учесть уникальность каждого. На старте мы все очень разные и с точки зрения софинансирования, и с точки зрения количества людей, позывающих на селе, и с точки зрения уже готовой инфраструктуры. Поэтому, безусловно, будет система коэффициентов, которая будет применяться и выравнивать эту ситуацию по всей стране. Мы поддерживаем сельские территории и жителей села, и не только те предприятия, которые имеют отношение к промышленному комплексу страны. В том числе туда войдет вся палитра возможных направлений предприятий, которые могут работать у нас на селе. То есть фактически мы будем поддерживать любые бизнес-инициативы. Поддержка бизнеса – это рабочие места, а это уже рост благосостояния и сохранение села. Комфорт сельской квартиры планируют поднять до городской. Для этого нужно строить. Авторы собираются ввести понятие сельской ипотеки с особыми процентами. Мы решили, что не более 3%, а постараться максимально снизить до 2,1%. Во-первых. Во-вторых, первоначальный износ не 20%, а 10%. Если строительство нового дома берется в расчетах 3 миллиона, то 20% – 600 тысяч. Это большая сумма. Бюджет первого года федеральной программы – 228 миллиардов. До этого на поддержку села выделяли 17. Из-за таких цифр некоторые авторы видят программу нацпроектом и настаивают на этом, уверяя, что такой статус точно позволит получить деньги. Другие разработчики говорят, внимание к селу станет в целом пристальнее. В национальном проекте здравоохранения должна быть часть села. Наука – село. Понимаете? То есть, чтобы село не ограничилось только вот этой программой, а еще мы как бы зашили ее и другие в национальные проекты. Осенью федеральную программу должны утвердить. Стартует она 1 января 2020-го. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.